В рамках областного конкурса «Музыку дарим людям» юные музыканты детской школы искусств пришли в гости к воспитанникам школы-интерната, чтобы продемонстрировать им свои творческие успехи. Вот уже который год подряд по Иркутской области проходит замечательный проект под названием «Музыку дарим людям». И мы каждый год участвуем достаточно успешно. В 2016 году детская музыкальная школа номер два получила в подарок рояль в рамках этого проекта. Музыкальная школа номер один получила очень прекрасный инструмент фортепиано. И, собственно говоря, не ради вот этих подарков все это большое дело затевается, а ради того названия, которое всю эту программу объединяет «Музыку дарим людям». Ну, во-первых, дети должны делиться своим творчеством, которое обучается в наших школах. Они должны почувствовать, что их творчество приносит радость, приносит удовольствие и что люди идут их слушать. И они должны ощутить вот эту связь слушатель и исполнитель, потому что это дорогого стоит. И кто это действительно понимает и ощущает по-настоящему из маленьких музыкантов, они этого ощущения уже не теряют и стремятся выйти как можно чаще к своему зрителю. Самая юная участница концерта Софья Романова исполнила итальянский танец Тарантелло композитора Купера. В итальянской культуре слово Тарантелло вызывает образ бешеного танца, исполняя который люди непрерывно кружатся. Танец является символом единства и разлуки, в котором танцоры буквально летают в объятиях друг друга после того, как встречаются после длительной разлуки. Субтитры создавал DimaTorzok Артем Гаврилов представил произведение Эдварда Григо «Кобальт». Такое название носят маленькие обитатели горных шахт, которые обладают очень вредным нравом. Главным развлечением для них является издевательство над шахтерами. Они устраивают завалы и камнепады, оставляют работников шахт в полной темноте, задувая их светильники, режут веревки и строят другие опасные козни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Звучит синьор аккордеон, далекий брат органа он. Он носит клавиши и кнопки, и нрав его совсем не робкий. То свои складки раздвигает, то снова быстро их сдвигает, и мириады звуков новых пространства наполняют снова. Егор Макаров представил слушателям этюд композитора Денисова. Субтитры создавал DimaTorzok Все просится в музыке, в песне из лица, печаль и веселье и труд. Поют и деревья, и ветры, и птицы, и реки, и люди поют. Милана Титова исполнила русскую народную песню «Ягодка». Раз веселый ветерок по тену проплагою, Я в лесу свой туесок наполняю ягодой. Ягода, ягода, и красная, и розовая. Ягода, ягода, туески берет за нам. У него рубашка в складку, любит он плясать в присядку. Он и пляшет, и поет, если в руки попадет. Много пуговиц на нем с перламутровым огнем. Весельчак, а не буян, голосистый мой баян. Тимофей Полонников представил произведение Георга Телемана «Фейерверк». Георга Телемана «Фейерверк». Георга Телемана «Фейерверк» «К шестиструнной гитаре я тихо прильну, Осторожно и бережно трону струну, И струна отзовется, зазывно звеня, Добротою наполнит тебя и меня». В исполнении Елизаветы Поповой Прозвучала русская народная песня «Ах ты душечка». Георга Телемана «Фейерверк» «Ах ты душечка». Георга Телемана «Фейерверк» «Ах ты душечка». Георга Телемана «Фейерверк» Наверное, больше всего песен посвящено дружбе, Ведь это именно то, что помогает нам Пережить жизненные невзгоды. У каждого из нас есть единственный Самый дорогой друг, который давно Стал для нас частью нашей жизни. Песню о дружбе исполнили Очаровательные участницы трио Эстрадно-вокального отделения. Песня «Фейерверк» Каждый ребенок о чем-то мечтает. Для того, чтобы быть счастливыми, Детям надо немного. Главное, чтобы их любили И принимали такими, какие они есть. Об этом песня «Я нарисую этот мир». Жизнь тихо, как в сказке, по шаблону привычному. Меняй часто маски, чтоб казаться обычной. Это не для меня, это все слишком просто. Я хочу быть собой, полететь прямо к звездам. Я нарисую новый мир, волшебными карандашами. Здесь каждый сам себе гумир, решаю, что делать сами. Я нарисую новый мир, миллионы ярких красок. Здесь каждый сам себе гумир, и люди здесь не носят масок. Здесь каждый сам себе гумир, и люди здесь не носят масок.